Все в плесени. Весь второй этаж, обработанный антисептиком, весь был в плесени. Для этого хватило одной зимы. Вот к чему приводит неправильный подход к отоплению дома. Если вы дом отапливаете, отапливайте его полностью. Не морочьте себе голову, не насилуйте свой дом. Часто на отопление своего загородного дома люди тратят под 100 тысяч за сезон. И, естественно, все хотят на этом сэкономить. Но люди часто не включают мозг и начинают экономить как попало. И делают очень классные и матерые ошибки, которые приводят просто потом к катастрофе. И о трех самых частых и тупых ошибок экономии на отоплении я вам сегодня расскажу. Третья по популярности ошибка – это утеплить свой дом. Вот прям максимально, насколько возможно. Там километр пенопласта снаружи налепить, но при наличии газового отопления. Излишнее утепление здесь только во вред. Вы просто потратите деньги, а эффекта от этого не будет. Один киловатт газа стоит примерно 70 копеек. А электричество стоит один киловатт примерно от 5 до 8 рублей за киловатт. И если у вас есть газовое отопление, то вы, если утеплите дом с 200 до 250 миллиметров, например, минеральной ватой, то по рублям на отопление вы этого вообще никак не почувствуете, а денег на утепление ввалите прилично. Например, если у вас дом 100 квадратных метров, то на дополнительное утепление дома, как стен, пола, так и потолка, вы можете потратить спокойно 150-200 тысяч. При этом заотопительный сезон вы будете тратить на 500 рублей дешевле, если у вас газовое отопление. Поэтому всегда надо понимать, что есть разумные пределы утепления. Нельзя просто брать и бездумно навешивать на дом шубу, чтобы просто тупо экономить ради экономии. Например, недавно видел ролик в интернете, там товарищ из строительной компании рассказывает, что вот у них дома утеплены всего в 150 миллиметров. Это в Иркутске. А в Иркутске-то вообще-то на самом деле намного холоднее, чем в московском регионе. Но он в процессе ролика рассказывает, что отопление, 1 киловатт электричества у них стоит всего 90 копеек. А у меня, например, на даче 1 киловатт электричества стоит 8 рублей 30 копеек. Чувствуете разницу? Мне и 250 миллиметров будет мало, чтобы нормально экономить. А у нее и 150 выше крыши достаточно. Потому что очень дешевый киловатт отопления. Вторая тупая ошибка при отоплении дома. Это всеми силами, правдами и неправдами, тянуть газовое отопление в дачный домик. Дачный домик подразумевает сезонную эксплуатацию. Он редко отапливается зимой. Часто дачи вообще замораживают и не отапливаются. И при этом затаскивать туда газовое отопление, платить за это там 300-500 тысяч за подключение, еще там 500-1 миллион за то, чтобы сделать разводку, систему отопления, повесить трубы, радиаторы, котлы в домик, где вы будете отапливаться там, ну, в мае немножко и в сентябре. А все остальное время он у вас замороженный стоит и нафиг никому не нужен. Вот это как раз тупые расходы, которые, в принципе, никогда потом не окупятся. Я свой дачный дом отапливаю обычными электрическими обогревателями, которые просто вот втыкаются в обычную розетку. Все. Никакой системы отопления у меня другой нет. Есть еще печь, камин и все, мне этого достаточно. Я этим пользуюсь там в мае немножко, немножко в сентябре. И когда приезжаю иногда там в ноябре, в декабре на праздники, просто там на 2-3 дня, мне этих систем отопления хватает выше крыши. И трачу я на такое отопление всего там 5-6 тысяч вообще за год. И таких ситуаций полно. Мы всегда пытаемся где-то ужаться, где-то сэкономить. И часто, не имея опыта, делаем неправильные решения. И чтобы не потратить много денег и построить качественный дом, нужно принять главное решение. Обратиться в нашу строительную компанию. Мы для вас подберем оптимальное решение по строительству вашего загородного дома. Все подробности по ссылке в описании. Итог всех ошибок экономии на отопление. Это в двухэтажном доме закрыть второй этаж и не отапливать его вообще. Отапливать только первый этаж. Из-за этой ошибки вы можете весной открыть выход на второй этаж и увидеть, что там все в плесени, все в конденсате и все подлежит ремонту. Из-за чего это происходит? Первая проблема в том, что если мы отапливаем только первый этаж, а второй этаж мы не отапливаем, значит там у нас улица. И значит конструкции перекрытий между первым и вторым этажом у нас должны работать как наружная конструкция, как наружная стена и как чердачное перекрытие. Значит там не должно быть никаких пленок, паронепроницаемых ламинатов, всяких линолеумов. Там должны быть дышащие конструкции, которые не накапливают себе конденсат. А у нас, как правило, сверху есть какие-то чистовые покрытия напольные, которые закупоривают влагу с теплым воздухом внутри чердачных перекрытий. И этой влаге деться некуда. И в какой-то момент, когда особенно холодно, вы замечаете, что у вас просто с потолка на первом этаже потекла вода. Первая мысль, ой, блин, нафиг крыша потекла. А на самом деле это не крыша, это конденсат из чердачных перекрытий. Он там накапливался, наклапливался на пленках, потом дырочку вода нашла, и где-то струей у вас вытекло по балке. Это очень частое явление, когда люди это делают бездумно. Да, теоретически можно сделать так, чтобы у вас отделка полов позволяла проветриваться как раз конструкциям перекрытий. Но тут тоже есть один маленький нюанс. Проветриваться-то некуда. У вас герметичная конструкция, у вас утепленный второй этаж с герметичными окнами. Значит, надо эти все окна открывать и обеспечить проветриваемость, как на улице. Тогда еще, может быть, это все и сработает. А еще какая ошибка бывает? Люди возьмут такие и обычной вот такой межкомнатной дверью закроют просто второй этаж, и все. И типа этого нормально. А на самом деле дверь-то дырявая, у нее щели со всех сторон. И вот теплый воздух спокойно, просто по физическим законам херачит туда наверх в неограниченных количествах. И спокойно там поднимается до всех конструкций, касается окон, касается холодных углов потолков, стен, начинает воздух остывать, конденсируется, и у вас все ручьями по стенам течет. Это у нас такой конкретно был пример один раз. Люди пленочкой застеплили просто выход лестницы на второй этаж и просто год отапливались одним электроконвектором. В итоге, когда весной потек с балки конденсат, они пошли наверх и увидели там все в плесени. Весь второй этаж, обработанный антисептиком, весь был в плесени. Для этого хватило одной зимы. Вот к чему приводит неправильный подход к отоплению дома. Если вы дом отапливаете, отапливайте его полностью, не морожьте себе голову, не насилуйте свой дом. А как вы отапливаете свой дом и какие лайфхаки экономии на отоплении, вы знаете, напишите нам в комментариях. Ну а с этим полезным контентом, который надо залайкать, с вами был Филипп и канал строительной компании SkyHome. До новых встреч! А, подписываемся! Хорошо, отлично, Сон! Субтитры сделал DimaTorzok